А официальным партнером Королей Фэнтези является сервис GameFlip, на котором лучше и выгоднее всего продавать и покупать игровые предметы. Причем на вырученные средства можно купить не только игровые вещи или игры, а даже реальные предметы типа процессора и так далее. Получив подарок 1 доллар на счет по коду из описания, количество кодов ограничено. Привет, народ! С вами Фенаргот. Подошел к концу главный чемпионат года по Dota 2 The International 2017. А значит, и пора подвести итоги наших предсказаний. И первыми на очереди становятся короли фэнтези. В ближайшем будущем, разумеется, вас ждет статистика предсказаний и сетка с призовыми. Как я вам и обещал, несмотря на мои неудачные прогнозы на Империю и Invictus Gaming, мои фэнтези-коллективы принесли мне 16 уровней. А именно, я попал в топ 2%. Выбрал бы я Liquid и LGD, Изи попал бы не то, чтобы в топ 100, а примерно в топ 40, по моим подсчетам. Но ничего, в будущем постараюсь относиться менее предвзято, как это сделал с Империей и IG, за которых болел. Дабы все подытожить, я решил напоследок привести статистику лучших игроков по среднему количеству очков за матч. Среди игроков основы ими стали Miracle, Ana, Resolution, Mane и Midvan. Среди оффлейнеров Inflame, Ghostic, S4, Farif и Universe. И среди игроков поддержки. Teams, Кака, Соло, Бульба и Бобока. Надеюсь, большинство из вас, уважаемые зрители, набрало 16 уровней. И теперь распыляет повторные имморталки от Гейба. Впереди же нас ждет новая система мейджоров, которая пока неизвестна, в каком формате принесет нам компендиумы и боевые пропуски. Но я надеюсь, рубрика Королей Фэнтези обязательно вернется уже совсем скоро. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, а также не забывайте про сообщество, посвященное новой игре от Valve – Артефакт, ссылка на которое есть в описании. Всем удачи и до скорых встреч!